Но как моя природа преображается на отдачу, если я никогда не согласен? Сейчас я понимаю, что я не согласен со своим состоянием. Но я, с одной стороны, хочу понять разумом, как он тянет... Ты хочешь понять? Это тоже клепа. Что ты хочешь понять? Ты хочешь постичь? Ты хочешь. Это тоже клепа. Это тоже злое начало. Я это слышал. Но как человек может тогда направить себя? Я ведь хочу сделать что-то. Хочу. И поэтому, несмотря на то, что ты целиком эгоист, и желаешь только наполнить собственный килим, ты хочешь, и ты устроен так, так создал тебя Творец, он вместе с тем дает тебе действия. Действия, не разум и не чувство. Механические действия. Поэтому ты и живешь в такой особой реальности. Действия. Передвинь. Что-то отсюда туда называется сгула. Чудесное действие. Или произнеси какие-то слова. Это тоже сгула. Что значит сгула? То есть ты выполняешь действия внешне, руками и ногами. Таким вот образом. И не важно, что ты думаешь. На самом деле, все твои мысли, но и в них тоже приложи усилия. Постарайся. Напрягись. Берутся в учет твои усилия. И из всех этих усилий над ними ты получаешь продвижение. Даже если все твои усилия эгоистические. Ты продвигаешься над ними. Потому что ты прилагаешь усилия, ты платишь. Тебе говорят, соединяйся с товарищами. Я не хочу. Да, конечно, ты не хочешь. Но приложи усилия. Приходи. Садись. Обнимайся. Читай. Я ничего не понимаю. Тебе кто-то сказал, что ты читаешь для того, чтобы понять? Нет. Ты читаешь для того, чтобы приложить усилия. Выподписывайтесь на канал.